Проигрыш демократов на президентских выборах в Соединенных Штатах не может не радовать Россию. Однако и поздравлять с победой республиканца Дональда Трампа в Кремле не спешили. Мол, страна и так не дружественная федерация, а выводы стоит делать уже в январе, когда Трамп официально войдет в должность. Пресс-секретарь Путина Песков в интервью российский медиа заявил, цитирую, «Отношения России и США находятся в исторически низкой точке, поэтому ухудшить их практически невозможно». При этом Путин, якобы, готов к диалогу. Попытка изобразить эйфорию от избрания Дональда Трампа президента Соединенных Штатов – это как раз некая театральная постановка. Потому что действительно Москва не понимает, что будет дальше. Москва, с другой стороны, прекрасно понимает, что Дональд Трамп – человек непредсказуемый, и ничто ему не помешает, и более жесткие меры. Я напоминаю, еще во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что санкции плохо работают. Но если обвалить цены на нефть, то тогда у Москвы будут проблемы с бюджетом на войну. Как мы видим, после его избрания доллар пошел вверх, а цены на нефть пошли вниз. То есть он еще даже не начал предпринимать какие-то меры. В МИДе Российской Федерации заявили, что условия и цели России в войне против Украины неизменны, а по поводу Трампа на посту президента США в Кремле не питают иллюзий. Мол, политическая элита в Штатах придерживается антироссийских установок и линий на сдерживание Москвы. В то же время известный своими противоречащими здравому смыслу заявлениями Дмитрий Медведев к победе Трампа относится куда более оптимистично. А издание Financial Times со ссылкой на российских чиновников написало, что Федерации надеются на отмену Трампам западных санкций. Это открывает новые возможности для перезагрузки отношений между Россией и США. Кирилл Дмитриев, главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций, цитирует Reuters. Опасаются того, что Трамп может начать торговлю с Путиным и российские оппозиционные политики. Политолог Нина Хрущева в интервью Deutsche Welle отметила, что военная поддержка Израиля со стороны США вряд ли изменится, тогда как помощь Украине может ослабнуть. Она не исключает, что для прекращения войны России против Украины республиканец может пообещать кремлевскому диктатору отмену некоторых санкций. Потому что Красным Штатам эта война неинтересна. Это война Байдена, поскольку он вышел из холодной войны победителем. А Путин бросил ему вызов. Нина Хрущева, политолог, в интервью Deutsche Welle. В то же время, по мнению ряда экспертов, информация о приверженности Трампа Путину преувеличена. Все только начинается. И не только для американцев, но и для всего мира, в том числе и для Российской Федерации, которая наивно сейчас лопает ладоши и думает, что все будет хорошо. Никто не знает, как будет. Но хорошо точно не будет, если Путин и дальше будет продолжать свою деятельность и считает, что он самый умный на планете. Напомним, во время предвыборной гонки 2024 за президентское кресло Трамп заявил, что Путин никогда бы не напал на Украину, будь он президентом. Кроме того, утверждал, что останавливал войны телефонными звонками. Собирался так сделать и в этот раз.